В 2013 году в Московской области была проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, а также объектов, неразрывно связанных с землей, принадлежащих предприятиям малого и среднего бизнеса и жилых помещений граждан. Как отметил, открывая парламентские слушания, вице-спикер МОСОБУДУМа Никита Чаплин, далеко не все согласны с итогами данной оценки. Многие собственники опасаются, что подобные результаты необъективны. В ряде случаев они были завышены более чем в два раза, где-то занижены, что породило оспаривание результатов оценки. Причин для подобного много, в том числе и недостоверные данные. По словам исполняющего обязанности министра имущественных отношений Московской области Владислава Мурашова, для верных цифр необходима всесторонняя оценка. Проводить работу просто выгрузив данные и подобрав себе даже самую лучшую в России оценщику или в мире, мы никогда не получим нормальную качественную результат. Для того, чтобы сделать качественную работу, качественную оценку стоимости, на следующих примерах я продемонстрирую, важно дополнить информацию иными базами данных, иными источниками информации. И, конечно, информация от органов местного управления, она, казалось, практика повлияла на процентах, на качество 70-80, как минимум. По словам руководителя, на момент кадастрирования почти 72 тысячи земельных участков не были оценены, а кадастры многих был завышен или занижен от 8 до 15 раз. В механизмах пересмотра кадастровой стоимости три – комиссия прирос в реестре, суды, а также исправление ошибок в рамках госконтракта. В настоящий момент есть почти 2000 заявлений на оспаривание кадастровых оценок. На практике положительные решения в подобных делах принимаются в более половине случаев, но на фоне общей статистики это немного. Число оспоренных от общего количества земельных участков в регионе составляет 0,1%. Исполнительные и закладательные властям еще предстоит выработать общий механизм рассмотрения обращений и, возможно, предложить дополнительные льготы отдельным категориям граждан. Татьяна Трушкина, Адзи Магомедов, День города.